Привет, друзья! Меня зовут Буба, и на этом канале я рассказываю, как я пытаюсь воспитывать собак. Пытаюсь, потому что всё летит к тем же самым чертям собачьим. У нас какие-то новые проблемы в воспитании самоеда возникают, хотя уже собаке два года, и кажется, что всё только начинается. Но обо всём по порядку. Вообще, нас давно не было, и я решила, что хорошо бы записать влог, как вообще живём, что происходит. Хотя глобально, конечно, ничего такого прям сильно нового-то и не происходит. Из проблем в воспитании. Северус стал проявлять агрессию по отношению к Гривусу. Вероятно, мы где-то упустили момент доминантности нашей, и он подозревает, что хозяин здесь он. Ну и, собственно, загоняет Гривуса в угол, и может у них такая схватка возникнуть. Ну, показываем, что мы здесь хозяева. Пока я, честно скажу, изучаю информацию из разных источников, как с этим бороться. И вообще, я почему-то думала, что так как псы кастрированные, у них такой борьбы за власть не будет. Более того, они всегда мирно сосуществовали, но вот последнее время, буквально последние недели-дни, почему-то Северус стал агрессивно нападать на Гривусу. Не знаю, с чем связаны эти нападения. Написали нашему ветеринару по советам каких-то статей. Говорят, что можно обратиться к ветеринару. Может быть, ветеринар что-то подскажет. Поэтому, если какие-то есть у кого-то советы, пишите в комментариях. Буду рада посмотреть, послушать. Так, что еще нового? Мы пропустили Золотую осень. Традиционно мы обычно каждый год снимаем ролик по Золотой осени. Как, например, был прекрасный ролик в том году, если не смотрели, посмотрите. В этом году пропустили, потому что мы ездим всегда в Покровское-Стрешнево парк на севере Москвы. Но в этом году его не успели отреставрировать к красоте Золотой осени, поэтому отменилось. Другой парк пока не выбрали. Ну и, честно говоря, посторонние парки незнакомы, не очень люблю, потому что клещи не дремлют. И как только мы уходим в какой-то посторонний парк, мы обязательно притаскиваем домой клещей. Мы пьем бровекты, естественно. Собаки защищены, но не очень-то приятно даже дохлых с них снимать. Поэтому с лесами пока мы завязали. Что еще нового? Да, в принципе, ничего. Шерстка отрастает, к зиме собаки готовятся активно. Кстати, вот не знаю, регулировать ли им шерсть на подушечках лап. Иногда мы убираем, иногда нет. И каждый раз думаю, то ли это защита у собак как раз-таки от снега, то ли наоборот это проблема, потому что снег туда налипает. С другой стороны, сейчас пока грязь, наверное, может есть смысл с гигиенической точки зрения подравнивать. Грумеры в профсалонах, эти подушечки, как бы шерсть между подушечек, которая залезает на подушку, сбривают. Поэтому, возможно, тоже вот думаю заняться этим вопросом. Корм едим все тот же. Пэт диет, ничего не изменилось. Стали пить витамины с начала сентября. Для хондропротектор, для суставов и для шерсти, чтобы лучше отрастало. Вот, потихонечку действительно видно результат. Витамины работают. Ну, хондропротектор для профилактики нам посоветовал ветеринар. А для шерсти мы сами выбрали. Пока пьем, все в порядке. Последнее время, почему-то, собаки стали чесать уши. Гигиену ушей мы проводим, наверное, раз в две недели. Протираем лосьоном. И, в принципе, больше ничего не делаем. Иногда, так как в этом лосьоне есть пипетка, мы капаем, если гривус чешет. Иногда это бывает после каких-то прогулок. Видимо, попадает грязь или что. Он чешет ухо. Но последние вот пару дней почему-то оба активно чешут уши. Я уж не знаю, с чем связано. То ли они действительно так играют жестко, что задевают что-то там. У них потом какое-то раздражение на коже. То ли какой-то клещешной. Черт его знает. В августе было все в порядке. Уши проверяли. Как всегда, все ок. Тут в последнее время что-то не то. Не знаю. Тоже надо копаться, разбираться. Какой-то не очень радужный влог. Но сегодня только четверг. Надеюсь, в выходные будут какие-то активности. Постараюсь все снять. Собак показать. И давайте смотреть, что там у нас дальше. До чего дожили. В качестве лакомства собаке режу огурец. Ну, вот как показывает практика, это его любимое лакомство. В принципе, ветеринар нам сказал, ничего страшного. Конечно, примерно один огурчик маленький в день уходит. Но за него он действительно выполняет все. И его внимание полностью может быть отвлечено от какого-то постороннего предмета. У нас это по-прежнему борьба с кошками. Что-то он тут такой на камере. Как щенок выглядит. На самом деле он просто не причесанный. И вся шерсть примятая. Ну, еще и отрастает воротник у нас немножко был. Колтуны повырезали мы летом еще. И поэтому не особо такой объемный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня, короче, все не было повода... Ну, сядь, сядь, посиди немножко в кадре. Поделиться этой информацией. Но собаки у нас ведут себя по-разному. Когда, например, мы гуляем все вместе. Ну, я, муж, Северус и Гривус. Они абсолютно... Ну, как бы у каждого своя собака. И, в принципе, они относительно управляемые. А вот когда я одна вдвоем с ними гуляю, это просто... Они меняются на глазах. Один тянет в одну сторону, другой тянет в другую сторону. И, соответственно, управление очень сильно страдает. Ну, и физически это тяжело. И, короче, тут я начала пробовать с ними гулять по отдельности. И мы стали практиковать вот эти вот прогулки по графику, где я в понедельник выхожу на долгую прогулку с Гривусом и на короткую гигиеническую с Северусом. Во вторник с Северусом на длинную, большую, а с Гривусом на гигиеническую. Там по пятницам вместе. Ну, короче, так меняются дни. И собаки себя просто настолько идеально ведут, что я поняла, что у нас воспитанный самоед на самом деле. То есть в одиночном катании он вообще чемпион и он лучший. А как только они вдвоем, поведение меняется. Возможно, вот эта вот стаяность как-то их расколаживает, балует... Балует? Как правильно? Короче, в стае они более развязаны. А по отдельности послушная, идеальная собака. Каждая. Вот. Да? Ты умница у меня. Ты у меня умница. На протяжении этого года с упорством, капля за каплей, отрезая по кусочкам, ты приближала меня к состоянию ебнуха. А мы занимаемся к этому храму, наук, на искусство. И всем радости, пользу. Прошу, Палюш. Горилус сидит и терпеливо ждет, когда вот там вот, в барбершопе подстригут кильку. Сядь, сидеть. Не можешь спокойно нюхать. Вот же он. Вот же он. Вот же он. Да, да. Ждал. Ждал мы с вами. Мы смотрели, как папу брили. Да, мы смотрели. Мы все видели. Гривош. Гривошик, она уехала уже. Сегодня второй день влога. И то, что сейчас было, это, во-первых, это пошел, шел третий год щенячества нашего самоеда. И мы пошли на вечернюю прогулку с ним. И, значит, он сидит, присел, так сказать, делать свои большие дела. Я понимаю, что он долго сидит и сидит и сидит и сидит. А потом понимаю, что, ну, знаете, бывает у самоедов или у шелти, у тех, которые пушистые штаны, там что-то застревает иногда. Ну, как что-то конкретно застревает. И ты идешь пакетиком, это все. Короче, но сейчас я была фокусником, который вытаскивает из жопы самоеда какую-то ткань длинную. Честно говоря, это было ужасно. Это было не сколько омерзительно и отвратительно, а сколько страшно. Потому что я понимаю, что я тяну у него прямо из органа, господи, прости. Оказалось, это повязка на волосы. Не бандана, но есть такие резиновые полосочки, повязочки. Короче, это существо когда-то сожрало, я не знаю когда. Я потерю еще даже не обнаружила. И, короче, он сожрал, оно в нем сколько-то жило и вышло. Я в таком шоке сейчас пребываю. Просто это какой-то кошмар. Третий год щенячества самоеда. Я перестала считать дома носки, потому что уже все в порядке было. Он не проявлял к ним интереса. И если брал, это было очень так, по-дружески приносил сразу зубы. А тут стащить и сожрать, целиком проглотить. И благо, благо это не застряло там надолго. И это не смешно. Это если у собаки что-то застревает, это заворот кишок, это очень страшно. Я это очень сильно боюсь. Я думала, что мы уже с этим не столкнемся. Но жизнь самоеда полна сюрпризов. И сегодня был один из них. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Картошечка готова. Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 owners DimaTorzok DimaTorzok Спасибо.